В Харькове Романом Радивиловым, позывной Гюрза. Проститься с военнослужащим пришло более сотни человек. На фронт Роман Радивилов отправился весной 2014 года. Сначала был разведчиком в правом секторе, неоднократно выходил на оккупированную территорию, участвовал в боях под Волновахой. А два месяца назад по контракту пошел служить в 54-ю МБР. Похоронили бойца на Аллее Славы в Дергачах возле братской могилы воинов Второй мировой войны. А 23 декабря на Аллее Славы 18-го кладбища на Безлюдовке похоронили разведчика Вячеслава Жила. Он погиб в декабре 2014-го. Слава был активистом Харьковского Майдана, потом пошел служить добровольцем в батальон «Донбасс», потом в правом секторе. Слава погиб в декабре 2014-го года, выполняя задания в составе разведгруппы. Через два года тело удалось вернуть в Украину. А сейчас оперативная информация от волонтеров, которые находились на Светлодарской дуге во время обстрелов. В поселке Луганской Донецкой области в результате артиллерийских обстрелов 18-19 декабря на Светлодарской дуге были повреждены 27 жилых домов. В том числе в один дом зафиксировано прямое попадание снаряда. Он разрушен полностью. Об этом сообщает координатор гуманитарной миссии пролиска Евгений Каплин. На данный момент поселки Луганское и Мироновский частично остаются без электроэнергии. Поселок Мироновский частично без водоснабжения. Часть поселка Луганское также остается без газа и полностью без водоснабжения. Мобильная связь в населенных пунктах преимущественно отсутствует. Для короткого выпуска достаточно. Все подробности и дополнительные материалы на сайте накипело.ua Слушайте и смотрите нас на Ютубе или на Саундклауд. Это был подкаст Накип Тимошенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова